Уважаемые коллеги, продолжаю свое вступительное слово, которое я думал, что мне все-таки дадут сказать, что этот закон не дает право пенсионерам сегодня работать. Этот закон дает обязанность пенсионерам работать. Давайте будем честны. Дает обязанность работать не до старости, дает обязанность работать до самой смерти, до могилы, до последнего своего дня. Значит, государство фактически снимает в себя все социальные обязательства по этому поводу и огромную простойку населения обрекает на просто чудовищную будущую, на чудовищную судьбу. Нам говорят, как один из аргументов на вот этих вот мнимых сотнях площадках, что в стране нет денег, но ведь это же ложь. Это просто ложь. Два с половиной триллиона рублей отданы американским банкам, влито в американскую экономику, вместо того, чтобы в нашу экономику убить, раскрутить ее маховик, да, чтобы запустить все эти экономические процессы, просто отданы про чужому государству. Значит, мы за прошлый год на 17 триллионов нефти добыли и на 10 триллионов газа добыли. Половина в бюджет попала, а другая половина доставила. Олигархов в их карманах осталось, и Россия первое место в мире по количеству супер-я, чьи интересы выражает власть. Мы видим это вот в этих конкретных, конкретных шагах. Значит, пакет яровой мы приняли, да, несколько триллионов рублей, чтобы следить за нами. У нас что, проблем других нет, что ли, в этой стране, а? Вы послушайте, черная палата официально нашла нарушение на 1,9 триллионов рублей. Официально эти деньги фактически украдены. Вот зачем нужно правительству Медведева заниматься, а не пенсионеров убирать. Вот до сих пор Путин не занимается этим вопросом, до сих пор. Вот бессмысленной войной в Сирии он занимается, на которой сотни миллиардов потрачено, а проблемой пенсионеров он не занимается. Но 700 миллиардов потрачено футболом. Показать кино всей нашей стране. Чтобы люди в этом угаре, я не знаю, как его по-другому назвать, зомбированы телеящиком, забыли обо всем. Вот если бы мы победили Хорватии, я вас уверяю, ввели бы крепостное право в нашей стране. Поэтому научно-технический прогресс, вот Иван Васильевич говорил, вы знаете, у нас пенсионеров стало больше, а вот раньше их было меньше, а работающих было больше. А то, что у нас за десятки лет кратно выросла производительность труда, что сегодня благодаря новому оборудованию, новым станкам, человек во многу раз производит больше общественного блага, он не только себя обеспечивает, он обеспечивает множество людей помимо себя, а не одного, а десятки пенсионеров. Но эти деньги идут в карманы олигархов, капиталистов, буржуров, как хотите их называть. Не на интересы людей работает эта система сегодня. Послушайте, ряд регионов сегодня в Российской Федерации отказались принимать этот антинародный закон. Вспомнили, что они выражают интересы граждан и отказались это делать. Я сразу прошу минуту мне также добавить, как всем остальным. Поэтому я призываю моих коллег по созыву в областной думе также обратиться к своей совести и вспомнить, что вам избирателям в глаза придется смотреть. Значит, что касается в целом законопроекта. Как я говорил, это закон антинародный, антиконституционный, нарушающий конвенцию ООН, идущий категорически вразрез с интересами населения Российской Федерации. Не только пенсионеров, но и нас, молодых, которые в будущем с этим всем столкнутся. Поэтому я прошу, я требую, чтобы депутаты задумались о будущем нашего народа, проголосовали против. К разработчикам законопроекта, к либеральному правительству Медведева, обращаясь с этой трибуны, вы жулики, вас надо привлекать к ответственности, вас надо привлекать по законам Российской Федерации, за антинародную вашу деятельность, и требую, чтобы, может быть, мы приняли решение, в разном еще, я, конечно, надеюсь, на это поговорить, и прошу, чтобы все присутствующие понимали, что мы требуем отставки правительства Медведева, требуем не принимать этот антинародный закон, требуем проведения референдума. Такие вопросы должны приниматься на референдуме. Спасибо. Николай Николаевич, вы должны знать, но это уже не первое, о том, что у нас ведется аудио, видеозапись, и поэтому ваши высказывания и призывы потом блогеры выставляют, и, соответственно, следят компетентные органы.